Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, настал второй день после нашего ремонта. Я думаю, вы смотрели предыдущее видео о том, как мы испортили нашу комнату. Многие попросили, чтобы показал уже комнату со шторами, потому что я ее не показывал в прошлом видео. Смотрите, как это смотрится. И мне кажется, что мы подпортили комнату. И сейчас самая главная цель моей жизни – это перекрасить эту комнату. Потому что цвет сам по себе очень крутой получился. Смотрите, как бы по отдельности он смотрится очень круто, но как-то оно вообще ничего тут не сочетается. Нужно его, ну короче, другой цвет сделать. Вот, так что тему комнаты, наверное, вы еще увидите в моих видео. Куда мы сегодня отправляемся? Сегодня мы отправляемся на мастер-класс. Мастер-класс по приготовлению чего, Даша? Что будем готовить? Пиццу. Пиццу. Ты готова перекрасить комнату? Я уже перекрасила. А еще раз перекрасить? Я просто теперь хочу перекрасить все комнаты. У нас просто как? Уже… Точнее не перекрасить, а обновить цвет. Да. Нужно во всей квартире обновлять цвет, и мы решили сделать это в той комнате. Но получилось неудачно. Хотели придумать что-то новенькое. Здесь, конечно, цвет… Ну, мне очень нравится, как подобран. То стены здесь, конечно, уже такие тоже грязноватые, потому что они много чего пережили. И в этой комнате цвет не будем менять. Оставим такой же самый, который был. У нас вот вчера возникла идея покрасить стену и пойти даже на мастер-класс. Две идеи возникло. Стоимость мастер-класса, в принципе, мне показалась реально невысокая цена. Посмотрим, что мы за эту сумму получим. Смотрите, поскольку находимся в Киеве, валюта здесь гривна. 150 гривен, если в долларах говорить грубо, это где-то 5,5 долларов. 150 гривен. Ну, или, грубо говоря, 6 долларов. По поводу детского мастер-класса. Здесь готовят пиццу. Есть две пиццы на выбор. Одна с такими, как сказать, хорошими ингредиентами. Какие ингредиенты, которые мы выбрали? С курицей и томатами. А, с курицей и томатами, да. А вторая получается... Вторая пицца Американо называется. С колбасой и картошкой фри, да? Да. Да. Но мы как сказали, потому что все дети любят картошку фри. Мы сказали, если кто-то из детей там выберет картошку фри и колбасу, значит и нам. Но, в принципе, здесь сколько детей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестер детей. Все выбрали первый вариант с томатами и курицей. И, ну, в принципе, когда у всех детей все одинаковое, это проще. Никаких не будет скандалов, хрупов. Что почему у того с картошкой фри, а у меня без картошки фри. Заведение называется Эль Марину. Сейчас покажу. Тут есть даже детская комната. Правда, все детки убежали. Наверное, они ушли мыть руки, да? Да. И сейчас детки помоют руки, мы уже будем готовить. Субтитры сделал DimaTorzok. Даша делает все очень просто. Все, что было в тарелке, она взяла рукой и переложила на тесто. И все. Вот как называется заведение. Я так понял, что эта сеть чисто по Киеву идет, наверное. И мы себе еще заказали салат «Цезарь» с курицей. Я опять закрыл микрофон пальцами. И Диана заказала себе лазанью с телятиной. Так, принесли мой «Цезарь» с курицей. Диане принесли лазанью. Даша там готовит пиццу. Сейчас будем до дела пробовать. Да. Даша, тебе больше понравилось в муке играться или пиццу готовить? Пиццу готовить. А у меня в муке. В муке? Да. Смотрю, всем больше мука понравится. А я три же. Ну, я хочу ходить. Ну, по идее, в принципе, все отлично. Я не знаю, каким должен быть «Цезарь». Все вкусно, все классно. Попробовал лазанью Дианы. Тоже все супер. Я, наверное, даже никогда в жизни не ел. Это первый раз. Самое главное, что Даша очень нравится играться в муке. И я очень рад, что это не у нас в квартире происходит играние с мукой. Поэтому я просто спокойно сижу и расслабляюсь. И ем. Ну что, принесли пиццу, которую приготовила Даша. Даша ее сама готовила, да? Будем есть твою пиццу теперь? Что, хватит мне, давай. На, покажи с ней, что потом. Давай, садись. Давай мы тебя сфотографируем с твоей пиццей, да? Садись. Садись. Ты поделишься своей пиццей, Даша? Да. Да? Давай мы попробуем, что ты приготовила. Я возьму один кусочек и сейчас мы его продегустируем. Это вот у нас, тут у нас самое тесто. Очень вкусное. Ты такая молодец. Давай, пробуй. Нравится? Да. Вкусное, да? Ну что, мастер-класс закончился. Смотрите, Даше еще дали в подарок блокнотик, дали еще грамоту. Вот, сейчас она играется в детской комнате. Лучше пицца Йола. Лучше пицца Йола. А еще сот давали подарок. А, еще давали сот подарок. То есть это все входит в 150 гривен. В переводе примерно, сколько получается? 6 долларов. Вот так, грубо говоря, но капельку меньше. Мне только что официант сказал, у них есть приложение. Я установил. Мне пришло 10 бонусов, плюс из чека пришло еще 40 с чем-то бонусов. И мы бесплатно, вон за бонусы можно заказывать вот всякие напитки. Если много бонусов, можно заказывать целые блюда. Я за бонусы заказал себе лаймовый этот, лимонад. Или как он называется? Вот, лаймовый лимонад, да. 39 бонусов. Кстати, вкусно, да? А мне, знаешь, он напоминает этот торгун. Счет, который нам это все обошлось. Смотрите, детский мастер-класс. Я показал все эти дипломы, грамоты. Плюс мы заказали еще лазанью. Плюс мы еще заказали этот салат Цезарь с курицей. Все обошлось. 434 гривны. Это в доллар. Получается 15 долларов 50 центов за все, за все. И вот такой бонус еще. Поэтому нам все понравилось. Сейчас поедем в какой-нибудь парк. Потестирую немножко камеру. Побегаю, повключаю всякую разную стабилизацию. Посмотрите, как будет выглядеть картинка. Ну что, выехали мы к природе. Сейчас покажу немножко про камеру. Смотрите, Диана меня параллельно снимает на телефон. Потому что на телефоне будет понятнее. Когда я снимал, как мы красили стены, я руками закрывал микрофоны. Потому что здесь, покажи крупнее камеру. Здесь находятся три микрофона. Один спереди. То есть я говорю прямо в микрофон. Второй сверху. И еще снизу я вижу такие же отверстия. То есть получается микрофоны находятся с трех сторон. Когда я держал камеру, то есть я перекрывал либо верхний, либо нижний. Поэтому вот с этой гупрохи нужно снимать просто, брать вот такой как монопод. Наверное специально. Это длинный монопод. Вот. Купить какой-то коротенький, чтобы не перекрывать эти микрофоны. Плюс у этой камеры мне нравится классная стабилизация. И также... Сейчас тут Даша забежала на домик. Даша, нету тут. Плюс у этой камеры видно, смотри, Диан, покажи. То есть есть спереди монитор. Я вижу сам себя, вижу, что происходит. Есть также мониторчик сзади. То есть когда вы снимаете, то есть вы видите, что происходит. Даша, осторожно, не упади, хорошо? Она тут... Давай я тебя поймаю, иди ко мне. Ты видишь себя? Да. А теперь я хочу на спортивное видео. Сейчас камера снимает 1080 на 60 кадров и 60 кадров в секунду. Стабилизация стоит стандартная, без каких-либо наоборотов. Сейчас я включу еще улучшенную стабилизацию. Она немножко обрезает края. Посмотрите, как с этой стабилизацией. Ну давайте я просто пробегусь, и вы посмотрите, как она снимает. Сейчас я снимаю с монопода. Я бегу. Ого, тут какие-то лужи. Так, обойдем. Сейчас светит солнышко. Снимаю, получается, против солнца. Люди ловят рыбу. Так, а сейчас я буду включать улучшенную стабилизацию. Так, я включил повышенную стабилизацию. Давайте пробегусь. Сейчас бегу. Смотрите на картинку. Здесь надо делать жим лежа. Тебе надо взять другую руку и пробежаться. Как она снимает? Ну что, побежали. И вы увидите для сравнения. Правда, у меня телефон в правой руке. Так, ну тряска тут должна быть вообще сильная. Так. Обегаю лужи. Что-то тут все затопило. Ой. Так, бегу назад к Даше. Но поскольку у GoPro есть огромное количество вот этих всяких фишек, то есть мониторчик сзади, мониторчик спереди, всякие вот эти стабилизации, батареи зарасходуются очень быстро. То есть я вот утром поснимал, у меня уже съело 50% батареи. Но пользоваться этой камерой, вот благодаря вот этому мониторчику, одно удовольствие. Здесь настолько все удобно сделано. То есть я не жалею, что купил эту GoPro. Потому что в Sony мне, например, там переключать какие-то режимы было намного сложнее. Здесь это все делается очень быстро. К этому еще, когда привыкаешь, вообще очень удобно становится. Поэтому вот такие дела. Но на протяжении там еще следующих роликов я буду протестировать эту камеру. Буду показывать, как она снимает под водой. Вот. Поэтому все еще будет впереди. Я еще получше с ней разберусь. Сейчас, кстати, дует ветерок. Я становлюсь против ветра. Можете слушать, как она глушит ветер. Я смотрел рекламные ролики. И там показывало, что глушит она очень круто. Я сейчас нахожусь за камерой. Говорю не в микрофон. Слушайте, как слышно меня. Так, побежал я к Даше. Потому что вот на предыдущей камере Sony S300, когда снимал в Египте, потому что там часто бывают ветра. Все, малейший ветер и сразу сдувает. Нужно было одевать какие-то специальные защиты. Я, честно сказать, не любитель. Я люблю быстро досать камеру, подснять и положить ее назад. Вот. А пока оденешь какую-то защиту, то есть это какое-то время. Также на эту камеру сможет снимать Диана. Теперь она видит, что происходит в картинке. Потому что у нас была вечная проблема. Она не видела. И камера уходила куда-то в другие стороны. А сейчас, по-моему, все четко и понятно. Да, стало? С картинкой. Вот так. Ну и ты видишь меня, я вижу себя, как ты снимаешь. Поэтому я, если что, смогу тебя подкорректировать. Ну что? Так, будем делать пиле. Так, дали нам только что листовочки. Да, кстати, скоро выборы. Я просто даже не в курсе, что происходит. И дали, смотрите, сколько много магнитиков. Вот, вот этот кандидат. Покажи, да. Я не буду показывать кандидата. Вот такие смайлики. Покажи. Вот за такое количество магнитиков, мне кажется, стоит проголосовать. Не буду делать ему тут рекламу уже. Вот. А то у меня тут иногда мелькают всякие бигборды. Потом мне еще пишут, что я уже какой-то завербованный этот агент. А ты должен, наоборот, ходить и все листовки собирать и показывать. Так. Давай сюда. А куда ж мне эту бумажечку деть? Так, давайте. Будем делать жем лежа. Дай, пока отойди в сторону. Иди ко мне. Мам, подожди мои магнитики. Так, стой возле меня, потому что папе сейчас не надо мешать. Сколько? Я не знаю, ну больше 20. Она просто легкая. Я же обычно жму сколько там? Килограмм 200. Фух, чувствую, как уже все. Можно уже полгода не заниматься. Ну что, вернулись мы домой. Давай подводить какие-то итоги. Начнем с мастер-класса. Ну, мне понравился мастер-класс. Я раньше не обращала внимания на такие всякие штуки в заведениях. Потому что у нас Даша еще была маленькая. А сейчас уже посмотрела. Допустим, в Киеве очень много есть заведений. Там есть кафе, где пиццу готовят. Это самое популярное. Потом кондитерские, грузинские рестораны, в которых проводят такие мастер-классы для детей. Вот, стоимость там достаточно низкая. Вот, в районе 150 гривен. Или еще видела такие варианты, что там, ну, то есть, сколько в меню блюда стоит, столько стоит и мастер-класс, но готовят вместе с ребенком. Вот. Суть в чем? Получается, мастер-классы проходят в основном в выходные дни. То есть, в выходные дни по утрам. По утрам. Ну, часов 12. Ну, да. Почти везде проходит воскресенье в 12 часов. Да, то есть, когда рестораны не заполнены, когда, в принципе, в выходной день люди еще спят, основные гулянки уже происходят в ресторанах. Там уже во второй половине дня, уже ближе к вечеру, да. Вот. Поэтому дети никому не мешают, спокойно развлекаются. Вот в данной ситуации там обкидывались мукой, то есть, там было все грязно, пришла уборщица, спокойно все убрала. Короче, мне эта тема очень понравилась. Мне кажется, это классное времяпрепровождение для всей семьи. Потому что ребенок занят, ему интересно, в итоге вкусно. Ну, это то же самое, что, ну, мы бы просто пошли в кафе, а так она еще чем-то занималась. Ну, да. Плюс это еще выход в свет. Ну, да. Если вы знаете по поводу таких мастер-классов, если вы ходили, напишите. Да, какие-то интересные, пробовали, расскажите, напишите. Да, напишите информацию про заведение, это будет интересно почитать, в каком городе вы живете. Потому что мои зрители вообще с разных городов, то есть, с разных стран. И думаю, многим будет полезно это почитать, потому что, ну, все-таки это развитие ребенка. И для родителей, ну, для меня это было просто супер. Вот. То, что это не происходило в моей квартире. То есть, убирать там нет бы пришлось потом. Ну, вы в пиццу с Дашей тоже готовили? Ну, готовили, да. Есть на канале? Не, ну, здесь получается оно очень дешевое, то есть, тебе уже ингредиенты принесли, муку принесли, все ей принесли, переодели в фартух, то есть, у них уже этот конвейер налажен, вот. Не, ну, оно так интересно, просто Наша такая, дядя меня учил готовить пиццу, она сказала, что еще пойдет. То есть, ей было интересно. Да, поэтому, если обладаете такой информацией, делитесь под видео, будет интересно почитать. Но, я знаю, даже есть такие мастер-классы для взрослых, то есть, можно научиться готовить, вот, ну, за один приход, то есть, ты пришел научиться готовить классные блюда, там, те же самые суши рассказывают, как готовить, показывают тебе, рассказывают. Я даже проходил какой-то алкомаркет, вот, и там сидели пару человек, и человек стоял с коньяком, и у них стояло много бокалов, ну, это как мне показалось, что это был коньяк, хотя не знаю, то есть, даже есть такие алкомастер-классы, я так понял, всякие дегустации. Дегустация? Не, ну, дегустация, после... Дегустация и приготовление, это немножко разные. Нет, но после таких дегустаций, ты уже начинаешь разбираться, там, винах, в коньяках, тебе рассказывается, как это все готовится, ты можешь сравнить, то есть, там, дешевое, дорогое, то есть, это так. Главное, дегустировать не так, как вы инспектировали отель. Ну, да, так что для взрослых тоже есть много чего интересного, можно будет, кстати, и мне пойти что-то попробовать. Еще я показывал, как снимает моя камера, можете написать комментарии, нравится вам качество, не нравится, как вам звук, нравится, не нравится. Я еще просто к ней приспосабливаюсь, и иногда руками закрываем микрофон, и поэтому, мне кажется, там звук, иногда что-то какой-то такой непонятный становится. Вот, но со временем все посмотрим, я разберусь с ней. Вот, и по поводу стены, также было комментариев очень много, вот, ну, написали, что докупите декор, поменяйте шторы, например, там, доставьте чего-то белого, обои переклейте, это все очень сложно, короче, мы приняли решение, что проще всего будет продать квартиру, купить новую. Вот. Вот сюда. Я шучу. На самом деле, да, мы, в принципе, мы эту комнату покрасили за два часа, Диана уже научилась красить, я куплю банку краски, и Диана, думаю, без проблем справится сама со всем, то есть перекрасит комнату. Получится это сделать? Я тебе доверяю. Конечно. Вот. Мне понравится. Так что такие дела. Вот. Пригласит подружек, я им там, не знаю, куплю там бутылку шампанского, и будет весело перекрашивать. Это будет... Скажите, веселое развлечение. Да, это же как это, терапия называется такая. Ну, это как арт-терапия. Арт-терапия, да. А если с подружками, то ты хочешь, чтобы была арт-алко-терапия. Вот. Не, ну, как бы, там не надо же напиваться просто так. Вот такие дела. Поэтому комнату мы решили... На самом деле, там многие писали, что у меня такая выдержка, что я тебя не убила за это. Ну, просто Алексей захотел синий цвет в комнату. Я думаю, ну, что я буду возмущаться? Говорю, ну, пусть перекрасит, посмотрит. Он сам выбрал, сам сделал. Делать было весело. Говорю, это было как такое развлечение у нас. Вот. Хорошо, что мы решили вместе. Короче, хорошо, что нам обоим не понравилось. Поэтому мы будем в скором времени перекрашивать нашу спальню. Вот. Наверное, в следующем видео. Нет, у этого... Что? Лучше давай покрасим кухню в белый цвет. Нет. Нам надо обновить цвет и ничего не случится. Смотри, вначале сделаем спальню, потом будем переделывать все остальное. Ну, что, друзья, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать наше видео. Желаю вам... Что? Желаю всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы вам... Чтобы все ремонты у вас складывались с первого раза. Вот. Чтоб ремонты проходили в мире, в согласии. Потому что мне один знакомый сказал, говорит, мы, говорит, когда жену начали делать ремонт, после ремонта они сразу развелись. Потому что ну, ремонты это обычно вот кого не спросишь у знакомых это одни скандалы. Вот. Наш ремонт тоже таким был, да, примерно. Вот. А в этот раз... Первый, да. Да. В этот раз уже, в принципе, все равно, да. Вот так. Мы уже спокойно перекрасили, покрасили и сейчас перекрасим как бы вообще без проблем. Вот. Так что это уже жизненный опыт. Я желаю, чтобы у вас тоже был хороший жизненный опыт. Всем позитива, мира, добра и самое главное путешествий. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...